Для организаторов фестиваля традиции обряды предков – главное достояние каждого народа. Поэтому к празднику коллектив городского Дома культуры готовился с особым трепетом. Весь коллектив поддержал и решили, что этот фестиваль как-то объединит нас, всех работников культуры, тем, что мы покажем вот наши вот эти красивые обряды, традиции новогодние. В нашей республике и молдаване проживают со своими традициями, и русские, и украинцы, еще много национальностей. И все это так органично переплетается. Это очень хорошо, это нужно поддерживать. Потому что благодаря этому никогда у нас не будет межнациональной розни. В этом году каждый коллектив подготовил театрализованное представление, своеобразную импровизацию рождественских обрядов. Ансамбль казачьей песни «Червона стричка» привез украинские калятки. С этими песнями ходили еще наши предки в гости друг к другу. Новогодние праздники приносят в нашу жизнь сказку, надежду на лучшее будущее. Никакие достижения современной жизни не заменят эту душевную теплоту, человеческие отношения и радость. Хранители традиции села Роги рассказывают, что у них принято в дни святок ходить по улицам ряжеными. Они поют молдавские калятки и рождественские песни. Их разучивают задолго до праздника. Готовят заблаговременно и костюмы. Хотим в этом году открыть еще кружок вышивания крючком, вязанием, потому что это все нам понадобится. Потому что мы все костюмы, все для детей мы сами шьем, родители нам помогают. Продолжают народные традиции и молодежь. Вячеславу Машняге довелось побывать в роли одного из главных героев рождественских святок. Говорит, понравилось. Я был козой. Эта коза, звездная коза, у нее во лбу звезда и она приносит счастье всем. Я сегодня всем-всем пожелала много счастья, добра и удачи в нынешнем году. Песни и калятки на русском, молдавском и украинском языках звучали в зале более трех часов. Участники фестиваля, прощаясь, обещали к следующей встрече подготовить не менее интересную программу. Татьяна Коркина, Анжела Каранчук и Александр Гиря. Первый Приднестровский телеканал.